Ты не мог бы не нажимать ручку, пожалуйста? Коля просто захотел попасть в кадр, наконец-то. Я и так залажу на стул, но иногда мне хотелось еще выше. Ладно, если бы у тебя был еще такой синхронизатор, которым ты можешь управлять Лешей. Вот он пройдет по лицу невесты. Я ее могу засунуть прям в... Друзья, всем привет! С вами канал Будь в фокусе, я Стахов Юрий, и у нас в гостях сегодня Анна Белоус и Алексей Кукава. Очень клевые фотографы из Киева, которых я лично люблю и обожаю, которые у меня снимали свадьбу, и с которыми я очень люблю общаться. И мы затеяли подобное интервью, пригласили ребят к нам в гости в школу Фотостаде, чтобы пообщаться, вдохновиться, вдохновить вас, поотвечать на вопросы. И, как и говорил в первом видео с Тарасом, мы будем делать таких выпусков много, больше. И если у вас возникают вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал и следите за новыми выпусками. Ребята, привет! 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 Всем привет! Слушайте, но мы так много с вами общаемся, мне было достаточно сложно сформировать вопросы, так, чтобы они были всем интересны. Давайте начнем с того, как можно, может быть, описать вашу фотографию. То есть, какая у вас фотография, что вы делаете. Вы вот уже продолжительное время фотографы. Как вы стали фотографами, как вы пришли в фотографию. И вот в каком-то период времени я узнаю, что у каждого фотографа доформировывается какой-то стиль. И хотелось бы, может быть, чтобы вы как-то озвучили в этом форме предложения. Вот к чему вы пришли. Ну, а начать можно с того, как вообще пришли в фотографию. Ну, на самом деле, путь достаточно долгий. И изначально, когда я начинала фотографировать, я не думала, что это будет связано со свадьбами. Это скорее было как хобби. Вот. И просто так сопало, что моя однокурсница по школе фотографий, в которой я училась, попросила снять ее свадьбу. И как-то после этого закрутилась. Вот. Алеша изначально не фотографировал. Он работал на обычной работе. И субботу, воскресенье у него были выходные дни. У меня в субботу были свадьбы и тяжелый рюкзак с фототехникой. И, соответственно, я немного поныла, чтобы Леша помог мне. Не лежал на диване. Да, не лежал на диване. Да, не пробиво, да. Пошел. А чуть-чуть помог носить мне технику. В итоге Леша пришел на свадьбу. Его даже проперло, да? Его проперло, да. И мы начали снимать вместе. Ну, наверное, с этого момента пришло уже порядка семи лет. Около того. Да. Как бы вы сейчас описали тот стиль, который у вас вырисовался? Ну, наверное, если максимально коротко, то это добрая эмоциональная репортажная фотография. Как-то так. Круто. Хочу обратить ваше внимание, насколько есть четкое понимание, что ребята фотографируют и кого они фотографируют, и какой результат хотят получить. Это уже очень взрослая позиция по фотографии, потому что вы не распыляетесь на какие-то вещи, которые вы точно не снимаете. У вас есть четкое понимание, что вы снимаете, кого вы снимаете, за сколько вы снимаете и в какой период времени вы снимаете. Хочу еще спросить про ваш фокус. То есть, что конкретно вы снимаете, что не снимаете? Ну, как мы любим это назвать, мы снимаем фотографию о любви. То есть, в принципе, это в основном свадьбы, а также лавстори и семейные съемки. Иногда еще это могут быть портретные фотосессии, но это более редкие случаи. То есть, всяческие корпоративы, не знаю, детские нерождения и так далее. Это немножко уже... Утренний новорожденных. Ну, новорожденные тоже могут быть любви, но к нам редко за этим приходят, потому что в обычном понимании фотосессия новорожденных это чаще всего сразу себе все рисуют картинку, как ребеночек, замотанный в какой-то шарфик или... В корзинке плывет. В корзинке, да, такой лежит и мило спит. Ну, то есть, нам этот вот ход менее нравится, потому что он абсолютно не репортажный. Скучно, да? Мне тоже скучно просто с ним. Если нас позвут снимать с новорожденных, мы с радостью, если это будет просто как бы родители и их ребенок, то есть, если кто-то отважится в этот такой, наверное, тяжелый перестроечный период после родов позвать фотографов, пока ребеночек еще маленький, потому что я понимаю, что родители уставшие, все как бы, они не высыпаются и так далее, да, тут еще придут фотографы, будут что-то фотографировать. Но если кто-то на это решится, я думаю, результат может быть очень крутым. Если просто показать вот быт, как эти родители с этим справляются, это потом интересно будет посмотреть. А фотографии в виде зайчиков, котиков, в корзиночках, они, мне кажется, меньше рассказывают о эмоциях и о тех переживаниях, которые родители в это время... Я бы сходил в роддом и поснимал бы реальный ньюборн. То есть ньюборн... Ну, я думаю, что я бы это сделал все-таки. Есть ряд фотографов западных, которые любят и умеют именно снимать ньюборн, это процесс. Так, кстати, в Америке, допустим, фотосессия родов практически такую же важность имеет, как свадебную. То есть там целое направление и очень много фотографов, вот именно ньюборн, которые снимают роды. И вот этот... Круто, они это на сайтах все выкладывают. Да, выкладывают на сайтах. Надо нам найти пару примеров. Есть даже специальный аборт, такой как бы... Мини-реборт. Среди ньюборн фотографов, вот именно репортажных. И там такие кадры есть. Даже по Фейсбуку была такая подборка, и там мелким шрифтом было приписано не для слабонервных. То есть, если вы мужчина с очень тонкой душевной организацией, лучше не открывайте эти фотографии, потому что, возможно, после этого вам будет тяжело. В принципе, это не отменяет всех зайчиков и котиков. Это классно, это красиво. Ты спрашивал про фокус. Это вне нашего фокуса. Нет, это тоже вне нашего фокуса. Ваш фокус – это свадьбы, семейная съемка, съемка лавстории, то есть то, где вы можете передать эмоции и любовь людей. Да, и чувства людей, и желательно, где еще можно применить репортажную съемку, то бишь, где можно подсмотреть какие-то моменты. То есть, не выдумать то, чего нет, постановочно как-то поставить модель в каком-то образе. Да, вот словители – именно то, что есть. Хорошо, круто. Ребят, у вас очень продолжительное время. Вы, вне зависимости от того, на какую технику снимаете, сохраняете свой цвет. Это очень круто. Это очень сильно выделяет вас на рынке. Я в своих обучениях, когда общаюсь со студентами, во многом ставлю ваш Facebook профиль, Instagram профиль, пример. Потому что, вне зависимости от того, какую фотографию вы выкладываете, вы выкладываете не селфи в телефоне, которое пошарпленное, или какими-то квадратиками на фронтольную камеру в темноте. Любая фотография, которая появляется в ваших профилях, она выполнена качественно и в том же стиле, в котором у вас все фотографии. То есть, у вас прорисовывается четкий бренд, четкая линия того, какое представление о себе вы формируете в соцсетях, во всем СММ. И это очень круто. Это выражает с моей стороны тоже восхищение, потому что я не могу так часто, не успеваю поддерживать, грубо говоря, свои соцсети на таком уровне. И это очень круто, потому что вы постите, вне зависимости от того, личные фотографии, свадебные фотографии, фотографии из путешествий, они постятся качественно и придерживаются той же цветокоррекции. И все ваши съемки, от съемки в съемки, они тоже в одном цвете. Я уверен, что многих ребят, которые смотрят, интересует вопрос, как вы к этому пришли и как вы этого достигаете? Ну, наверное, путь к этому объясняется просто тем, что в какой-то мере я перфекционист, и я просто не могу выставить картинку с цветом, который мне кажется некрасивым. Ну, это все очень субъективно, то есть тот цвет, который мы показываем, это просто то, что нам нравится. и он одинаковый, потому что в любых условиях, где бы мы ни снимали, на какую бы технику мы ни снимали, мы стараемся привести картинку к этому цвету, который нам нравится. По сути, ну, он максимально приближенный к натуральному, но немножечко, скажем, приукрашен, чуть-чуть больше контраста, чуть-чуть больше... Да, ну да, расставленные акценты, скажем так. На самом деле, если камера... Вот мы недавно поменяли камеры, и вопрос с цветом, наверное, у нас где-то в течение суток нас беспокоил, пока мы немножечко перестроились и не разобрались, не разобрались, в общем, как на этой камере все работает. И, ну, после этого, наверное, мне кажется, вот последнюю съемку мы выкладывали в социальных сетях, она с другой камеры, я думаю, что никто даже не обратил внимания, ну, никто бы не догадался, что это на другую камеру снято, чем то, что было раньше. Очень круто. Мы сегодня поговорим, поговорим чуть-чуть попозже обязательно про технику, на которой вы снимаете. Как вы достигаете одного цвета на всех снимках? Ну, я же говорю, это просто цветовосприятие. То есть, вот, если цвет другой, то я кручу ползунки до тех пор, пока он не станет таким, как мне нравится. Возможно, помогает то, что, когда мы обрабатываем всю съемку, я делаю опорные кадры несколько там с утра, со сборов, несколько кадров с прогулки, несколько с церемонии, несколько с банкета, с танцев и так далее. И на всех этих опорных кадрах накручиваю этот цвет и сравниваю их сопоставляю и смотрю, чтобы они вместе смотрелись классно. После этого уже обработка идет дальше, поэтому серия выходит ровно и нет скачков. Можно дать рекомендацию обрабатывать, грубо говоря, кусочками и потом все эти кусочки сопоставлять на едином развороте и смотреть, чтобы они сопоставлялись. Да, но это даже не кусочки, это правильно назвать опорные кадры. То есть это мы просто выбираем один кадр со сборов, один с прогулки, один с церемонии, один с банкета, их вместе сопоставляем и смотрим, не вызывает ли у нас никаких, никакого диссонанса, дисбаланса. Вот что мы смотрим и, ой, ну с банкета такой яркий кадр, а с прогулки такой бледный кадр. Или там слишком теплый, а там слишком холодный. Если какие-то такие вопросы возникают, значит мы возвращаемся и каждый опорный кадр подкручиваем, а потом уже соседние кадры с опорным кадром они обрабатываются, уже сравниваются с ним, в принципе уже нет необходимости сравнивать большое количество кадров. То есть, ну, делается же на свет скидка, да? То есть где-то было ярко, где-то облачно, то есть это все учитывается. Ну плюс где-то лампы накаливания, где-то естественный свет, где-то какая-то фиолетовая стена бликовала и просто рефлексы давала на лицо. Ну я понял, то есть понятно, что там легко пресет на все не ложится, вы все подводите под тот цвет, который у вас есть в голове. Можно ли... Тут уже не пресет, а дело восприятия цвета, да? То есть ты видишь цвет и знаешь, это он или не он. Можно ли сказать, что вы пришли к этому пониманию цвета или оно у вас было врожденно? Или... Ну я к чему веду? К тому, что я вот у меня, какое-то мое понимание цвета пришло там спустя там три года, как я был фотографом. Конечно, мы к этому пришли, и мало того, оно постоянно меняется. Точно так же, как меняются, возможно, у человека, ну иногда, привычки, вкусы. вкусы немного могут меняться. То есть сначала нам нравится такой стиль одежды, а потом нам он перестает нравиться, и мы отдаем предпочтение другому стилю одежды. Точно так же и цвет. Вначале может нравиться там более яркое, контрастное, со временем более спокойные цвета начинают преобладать. Но это очень постепенный процесс, это не может произойти резко, как мне кажется. То есть иногда он практически незаметно перетекает. Даже сейчас, если сравнивать съемки двухлетней давности и вчерашнюю, как бы я обрабатывала, то по цвету будут они отличаться немного. Хотя в длительной перспективе кажется, что вроде как он и не поменялся. А кто обрабатывает? Ты или Леша? Есть ли у вас какое-то разделение труда? Ну, мы отладили такую схему, что опорные кадры и накрутка цвета это делаю я. Плюс там подборка для тизера, для серии. А все остальное делает Леша. То есть можно сказать, что ты творческий вдохновитель, Леша, ну я не назову это процессником, но человек, который доводит дело до конца, грубо говоря, который внедряет то, что ты придумала. И в итоге в таком тандеме рождается крутой результат. Это важно. Да, думаю так. Плюс Леша еще главный критик и строгий отборщик лишних кадров, потому что я слишком мягкий человек, наверное, в этом плане. Мне хочется оставить и этот прикольный, и этот мне нравится. Леша говорит, зачем нам три одинаковых кадра и... А сейчас вы ругаетесь? Вообще не ругаемся. В этом процессе нет у вас разногласий. умеем находить язык общий, не общаясь. Можно и так сказать. Мы можем, мы работаем, у нас два экрана стоят рядом, то есть мы можем смотреть, то есть Аня мне в экран, я к ней, советуемся, спрашиваем, если ты сидишь по 10 часов обрабатываешь, то какое-то время у тебя наступает просто мгла, и ты не понимаешь, все окей или не окей. И тогда ты спрашиваешь у партнера, а ну глянь. Ну я всегда, когда накручиваю цвет, я с Лешей советуюсь, потому что изначально мне часто бывает не нравится результат. Ну не то, чтобы не нравится, но я не всегда чувствую, вернее, я чаще всего не чувствую достижения какого-то идеального варианта. То есть мне все время кажется, что можно лучше сделать. То есть Леша чуть-чуть гасит твой персекционизм? Да, Леша чуть-чуть меня опускает с небес на землю и поддерживает и в принципе мотивирует на то, чтобы я успокоилась и просто нормально работала дальше. Просто доделала свою работу. Тизер. Хорошо, очень круто, потому что, ну на мой взгляд, не так много есть таких тандемов, когда вы, во-первых, общаетесь в одном направлении, смотрите в одну сторону, то есть вам есть о чем поговорить с друг другом, потому что обоих вдохновляет фотография. Нет такого, что кто-то занимается чем-то другим, кто-то чем-то другим и нет каких-то общих интересов. Я думаю, это тоже влияет, правильно? Ну да, на самом деле, мне кажется, нам повезло, что нас увлекают, увлекает совместное дело и при этом мы не устаем и не ссоримся, потому что мы знаем много случаев, когда люди чем-то одним занимаются, я имею в виду семейные пары, и они постоянно на этой почве ссорятся и работу переносят в личное, соответственно, накапливаются какие-то обиды или недомолвки и что-то такое, и они в итоге просто нормально общаться не могут. Но, наверное, все дело в том, что когда два человека реально увлечены одним делом с одинаковым энтузиазмом и работают как команда на общий результат, а не конкурируют друг с другом, наверное, в таком случае, если есть это понимание, то и споров, и ссор быть не должно, потому что это команда. Ну круто, я бы мог сравнить все, что ты сказала с такой связкой альпинистов, которые идут постоянно на горы, но при этом, если меняется гора, то все равно поворачивайте туда вместе и идете туда дальше вместе. Круто, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, про вашу технику. Вы недавно сменили технику, на что вы снимаете и плавно перейдем к вопросу сумасшедшего тренда, который сейчас там возникает в свадебной фотографии в СНГ. Это съемки с искусственным светом на банкете, когда снимается не просто вспышкой в лоб, либо в потолок и заливается все пространство, начинается рисоваться какой-то объем, какие-то элементы, создаваться какой-то кадр. Давайте поговорим немного хотя бы времени про технику базово, как мы можем это рассказать. То есть, на что вы перешли, на что вы вообще снимаете? А, я хотел спросить, забыл, ты сказал про два монитора, я уверен, у ребят возникнет такой вопрос. На что, на какие у вас мониторы, на чем вы обрабатываете? Мониторы, это моноблоки, аймаки, 21,5, каждый, почему не 27, потому что не влазят они к нам на стол, может быть, переместим свою бочу, зону, но они реально не влазят, ну просто не влазят. И чтобы обрабатывать на 27, то есть, ты должен от него находиться на определенном расстоянии. А у нас это... Горячего сигнала. Да, нереально. По технике. Маки. Да. Да, все услышал. Вот. По технике. Снимаем на Canon. Недавно мы перешли на 5D Mark IV. Как вам это удалось? Далось нам это очень просто. Мы купили камеры и на следующий же день мы пошли ими снимать. То есть, как бы, мы потратили час времени на настройку этих камер под себя. Все то, что было на третьем марке, мы перенесли сюда. Ну, единственное, с чем мы столкнулись уже непосредственно в день съемки, что Canon больше защищает Canon, как бы свой бренд и настраивает камеру таким образом, чтобы она отторгала все чужеродные бренды. У нас есть объектив Sigma, который неполноценно работает на Canon 5D Mark IV. Ну, что я имею в виду? В четвертом марке добавили достаточно правильную и красиво работающую опцию, которая исправляет все аберрации объектива. То есть, частично это уже было в третьем марке, но в четвертом там еще больше. Но и минитирование убирает, и хроматические аберрации, и ну, в общем, много-много разных позиций. С Canon объективами, естественно, это работает как часы. С Sigma объективами, ну, наверняка, и с объективами других брендов, которые выпускают свои объективы под Canon. эта функция работает неполноценно, криво, да, то есть, оно просто рисует на кадре такое колечко, вместо того, чтобы исправить ментирование, оно вроде как исправляет и рисует еще такое... Тебя это расстроило? Ну, не то, чтобы расстроило, меня это озадачило, потому что я в один момент времени понимала, что мне нужно быстро что-то с этим сделать. То есть, я сделала кадр, увидела это, и хорошо, что я читала форум раньше, на Майвэде человек с такой же проблемой был, но с 6D Mark II, кажется. Да. Та же проблема была, и ему объяснили, что нужно отключить автоматическое исправление этих аберраций. Он ходил в сервис? Да, он долго мучился, не знал, как это исправить, но я тему прочитала, уже знала, я быстро все отключила, и дальше все пошло круто. Но, как потом в итоге оказалось, что RAW файл в итоге потом в Lightroom этот кружок пропадает. То есть, видимо, проблема именно с JPEG-ом будет. А ты будешь думать о том, чтобы поменять оптику? Да, мы, в принципе, хотим все инородные объективы поменять все-таки на Canon, потому что, как ни крути, они более устойчивые, долговечные. Да, они дороже, конечно, но зато они проверенные, устойчивые, долговечные, солидные. У меня такая же позиция. Хорошо. И еще, да, даже проблема возникла, ну, не такая, но чуть-чуть другая, с синхронизаторами, это, забегая наперед, мы работаем со вспышками и с синхронизаторами. Синхронизаторы у нас тоже не родные Canon-овские. Это китайский Янгно, который вот под Canon синхронизаторами. И с ними возникла проблема, что если он стоит на камере, даже в выключенном положении, камера продолжает считать, что он включен. Что установлена вспышка. Да, она считает, что установлена вспышка и таким образом меняет настройки съемки, ну, как бы, связанные с работой со вспышкой, там, длину выдержки и так далее. Но мы тоже обошли это с легкостью, потому что мы работаем в... Режимами... В этих камерах есть режимы C1, C2, C3, на которые можно назначить определенные установки. И мы просто на один из режимов назначили принудительный запрет вспышки. Если мы с синхронизатором работаем, а нам нужно что-то вдруг снять без вспышки, мы переходим в режим запрещающий вспышку и снимаем дальше. И снимаем дальше и таким образом камера... У нас все сделано для экономии времени. То есть мы снимаем очень активно и если что-то происходит и тебе нужно вспышки отключить, то есть просто выращивается всякое плюсико и ты снимаешь дальше. Скажи, как вы сейчас считаете, переход на четвертой марке на две камеры вам обошелся в приличную сумму? То есть насколько он оправдан? Или можно было дальше снимать на тройке? Или у вас позиция просто менять камеры, потому что это ваша профессия, это ваш бренд и нужно следить за трендами и внедрять все то, что предоставляет рынок в свою фотографию? Вот твой последний ответ, наверное, максимально четко. на самом деле никто большой разницы не увидит, а возможно вообще и не увидит разницы в наших фотографиях, что снято на третий марк, что на четвертый. Ну, клиент, возможно, если будет сравнивать картинку в плане количества пикселей по длинной стороне, он может сопоставить, что все-таки на четвертом разрешение выше. Но в остальном большой разницы там увидеть нельзя. Да, однозначно здесь более цепкий автофокус, однозначно здесь лучше матрица в плане динамического диапазона и в плане работы на высоких ISO, да, но опять-таки среднестатистический человек не заметит разницы, на что говорить даже среднестатистический фотограф вряд ли сможет заметить, но удобство, то есть в принципе камера максимально удобна, нравится то, что в ней есть Wi-Fi, это достаточно удобно, потому что раньше мы пользовались Wi-Fi карточкой, но она чуть-чуть медленнее и ее чуть-чуть дольше, как бы, наконец-то в Canon есть Wi-Fi, можно перебрасывать хоть в RAW формате, хоть в JPEG, фотографии себе на мобильный телефон, ну, то есть очень удобно, вот, еще, как ни странно, мне понравился экранчик, ну, на который это тачскрин, он сенсорный, да, я использую это при съемке деталей, если нужно с верхней точки снять, мне иногда просто физически не хватает роста, я и так залажу на стул, но иногда мне хотелось еще выше держать камеру, мне приходилось вот так заглядывать, джойстиком выставлять точку фокусировки, фокусироваться, я не была уверена, там ли точка это есть, не знаю, мне почему-то кажется, что в данном случае поворотный экран мешал бы эргономике, потому что все-таки эта камера в себе сочетает, скажем так, неубиваемость некую, да, и максимальное удобство, то есть все-таки она более или менее репортажная камера, возможно поворотный экран классно там не знаю, для любителей творческих людей, которые там как-то любят камушки сильно с нижней точки фотографировать на берегу моря, но мне кажется, что можно абсолютно без экрана обойтись с поворотом. Ну и фокус, то есть ты по экранчику классно как на айфоне. Он фиксирует точку, ты можешь камеру после этого двигать, а он следит за той точкой, которую ты выбрал, то есть очень удобно. То есть вы довольны и вы уже привыкли и все круто у вас работает. Скажу отдельно, чуть-чуть рекламируем Canon. Экспо за мер это просто очень круто. То есть без поправок плюс-минус идеально он работает в контровике. Да, то есть если раньше на 5D Mark III если мы снимали в контровом освещении, да, мы понимали, что скорее всего нам нужно поправку в плюс от 1,3 ступени до 1 стабильно, то в данном случае снимая в контровике чаще всего нам поправка вообще не нужна. Он сам решает, да? Он сам прекрасно справляется с этой задачей. Скажи, сопоставим ли переход вот то, что вы описываете, у меня очень похожее ощущение, когда я переходил с двойки на тройку. То есть грубо говоря, стало чуть-чуть комфортнее, чуть-чуть лучше, чуть-чуть круче. Но мне кажется, что все-таки с двойки на тройку это было как просто пересесть с электрички украинской. Не на Теслу, но какой-нибудь классный скоростной поезд в Италии. то в данном случае это пересесть с классного скоростного поезда в Италии на классный скоростной поезд в Японии. То есть они в принципе внешне и внутренне достаточно похожие, чистые, красивые поезда. Ну, один едет 200 км в час, а второй 500. Ну, как бы ты не очень сильно эту разницу замечаешь вроде как. А вот если, конечно, пересесть с электрички в поезд, который едет 500 км в час, то, наверное, прям сразу можно в обморок упасть от счастья. Как переход с седьмого на восьмой айфон, я понял. Примерно так. В принципе, это нормальная штука. Идет прогресс технический. И рано или поздно, то есть если ты не идешь с ним в ногу, то он тебя догонит рано или поздно. Однозначно. Я полностью согласен. Ну, тем более, мы выждали определенное время, пока эти камеры немножко подешевели. Они, во-первых, чуть-чуть подешевели, во-вторых, все баги, которые в них могли быть, они бы уже проявились. Ну, то есть как с третьим марком, с первыми партиями, кажется, была такая штука, что там какие-то... Попадал свет и экспозомер работал некорректно. Да, что там каким-то образом в корпусе что-то или где-то в прошивке какая-то была проблема. Пропустил свет под экранчиком вот здесь вот. Да, он каким-то образом проникал в датчик экспозомера и неправильная экспозиция. Офигеть. И они это исправили по-другому? разработчики не заметили. Вы себе поставите, он вам там файлы какие-то потрет. Хорошо, давайте двигаться дальше. Давайте. По поводу тренда со вспышками. Вы сейчас тоже начали работать с искусственным светом на банкете по-другому, со вспышками, которые вы носите на синхронизаторах в разные части банкетного зала. Благодаря этому что достигается? Независимость от световиков скорее можно это так назвать во время банкета, потому что далеко не всегда удается с ними договориться, да, то есть общий язык найти. Потому что в принципе скажем так, мы вспышки используем по большей мере именно во время танцев и каких-то таких моментов, как разрезание торта, бросание букета и так далее. Потому что во время самого банкета, когда происходят тосты и люди просто сидят за столами и едят, ну мы пока пока не используем в этот момент вспышки, потому что все-таки ну наверное не всегда людям приятно во время еды, когда им что-то там вспыхивает. Ну не знаю, возможно зависит от зала, зависит от свадьбы, возможно это тоже может применяться, но чаще всего мы используем именно во время танцев и каких-то ключевых свадебных моментов. Это дает большую атмосферу? Не то, чтобы это дает большую атмосферу, это просто дает возможность сделать красивый кадр в случае, если местный свет не позволяет сделать такой кадр. Если в льну петроцовый прожар. Есть свадьбы, на которых мы вспышки не используем. Вот когда мы работаем с крутыми свадебными агентствами, обычно они заботятся о том, чтобы был максимально классный свет, то есть, чтобы и фоновый свет красиво прорисовывал зал и подчеркивал его достоинства, и был какой-то рисующий свет, который падал на главных героев, на танцующих людей, на тестующих. В таком случае вспышки абсолютно не нужны, потому что уже и так красивая картинка есть. Но это большая редкость. В большинстве случаев есть реально диджей, световик, затейник, у которого, в принципе, есть рисующий свет, но ему лень им пользоваться, потому что, по сути, это должен быть целый, как бы, отдельная должность светорежиссер, или я не знаю, как это правильно назвать. То есть человек, который следит, например, в каком месте стоит тестующий и голову с рисующим светом направляет на него, чтобы он красиво выглядел. У нас не привыкли работать на праздниках подобного уровня, как бы свадьба — это праздник. То есть тут больше подходит метод театральный, когда у тебя есть заливка светом, каким угодно, но всегда актеры подсвечены каким-то или белым. в образе является. Да, то есть это выглядит красиво. Чаще всего на свадьбах выбирают максимально простой вариант, это заливка и какой-то еще гуляющий в разные стороны для эффектов. Разноцветный цвет, иногда он не просто даже лучами идет, что хуже всего, какими-то шариками, звездочками, пузырьками, чем угодно. И то есть в принципе у видеографа в кадре иногда это выглядит неплохо, потому что оно добавляет знамику. Но у фотографа в кадре это может испортить момент, потому что эта звездочка прилетит на глаз. Ну, может, да, это будет прикольная фотка для участия в конкурсе, но скорее всего гость огорчится, увидев себя вот в таком виде с зеленым глазом в виде звезды. Поэтому вспышка тут может выручать. Я еще вижу, что светорежиссер появляется всегда, когда выступают серьезные исполнители либо колор-группы. Но то, что у меня происходит на свадьбах, вот, допустим, если выступает Полякова, то ты не можешь договориться со светориком никак. Там лупят со всех сторон розовые и красные прожекторы, потому что идет шоу-программа. То есть если девочки выходят с красными тряпочками, то все должно подсвечиваться красным светом. И ты в итоге ничего не можешь с этим сделать, кроме как использовать свои какие-то фичи, потому что договориться не можешь влезать в эту программу. Возможно, в момент самой шоу-программы и не стоит влезать, потому что если был такой свет, фиолетовые подсветки, все эти девочки на сцене, они такие все фиолетовенькие, но пускай, это так задумано. Это частью их шоу. Но это же совсем другое дело, когда человек говорит тост или там происходит бросание букета или разрезание торта. Здесь мы уже можем и должны влиять. А если не можем повлиять и договориться со светорежиссером, то мы можем в таком случае использовать какие-то свои фишки, как-то хотя бы подсветить немного лица вспышкой для того, чтобы убрать эту фиолетовую посторонний свет какой-то. Ну как делаем? Если на свадьбе много света стоит, я иду в начале банкета к светорежиссеру и прошу продемонстрировать мне схемы, какие он использует. Что это там такое? Ну обычно их там 3-4 штуки. Одна схема это свет, который постоянно идет. Там тосты, какие-то речи, когда все кушают. То есть это обычно заливочный там свет и что-то там на стены, какие-то узоры. Потом свет на активити, свет на танцы и еще на что-то. Он это делает. Обычно эти схемы репетируются после установки, они настраиваются и запоминаются. Если меня что-то не устраивает, я спрашиваю, мы можем изменить что-то? то есть по свету. Да или нет? Он обычно говорит, что да, тут мы чуть можем эти узоры поднять повыше и сделать теплее. Остальное диском нам все равно. Это уже шоу, лазеры все эти фиолетовые, синие у нас есть вспышки на танцы. Ну вот основное поле, где просто можно безграничного применять вспышки это танцы, потому что обычно приглушают любой фоновый свет, чтобы была темнота, и просто там мерцают какие-то узоры, лазеры, пучки света и так далее. И реально сложно выхватить какой-то правильно подсвеченный момент, потому что ты никогда не можешь прогнозировать, как сейчас этот луч пройдет. То есть ты видишь какой-то белый луч, думаешь, о, классно, сейчас там вот он пройдет по лицу невесты, я сделаю крутой кадр, но он может не по лицу пройти, а по плечу непредсказуемо. Поэтому когда у тебя есть вспышка, тебе абсолютно все равно на то, как пройдет луч, ты сам этот луч можешь сделать. Расскажите, как вы их используете? Вы принесли у вас три вспышки, два синхронизатора, мана, что это такое, мана рука. Мана рука. Ну, у нас еще дома есть вспышка, но это основные. Расскажите, как вы вкратце, буквально расскажите, как вы их используете, как вы делаете, мы выведем парочку ваших кадров. Что делаем? Синхронизатор стоит на камере, у меня и у Ани. Вот, так это выглядит. На нем три группы вспышек, работают они в мануале, и управляются они, Аня отдельно управляет вспышками, я отдельно, то есть на одни и те же группы мы навешиваем настройки разные, как мы обычно на танцах снимаем. У Ани камера в руках, а у меня в руках вспышка. Или на таком вот моноподе, то есть ты тогда выступаешь в роли ассистента? Да, я свечу, то есть я... Ну даже не ассистент, а режиссера по свету, скажем так. Я режиссер по свету, да, для чего мне эта штука? Что я иногда могу подсветить для Ани. Что-то снизу или сверху? Что-то очень сверху, ну особо не утруждаясь. То есть я ее могу засунуть прямо в гучу танцев. Скорее вот даже для этого. Потому что люди машут руками, ногами, могут иногда больно ударить. Было уже не раз. А вспышкой управляет Аня? Она уже ставит там на стойке. я управляю вспышкой прямо здесь и при желании могу еще дополнительную вспышку куда-то поставить и включить ее в группу. Будут работать две вспышки. Например, Лешина как рисующий свет и какая-то как контровый свет. Она или лежит, или стоит. Иногда я могу вторую вспышку даже в руке держать и ею тоже что-то подрисовывать. Классно, если бы у тебя был еще такой синхронизатор, которым ты можешь управлять Лешей. Ну, в принципе, да. В принципе, у нас на синхронизаторе включена помощь подсветки автофокуса. Поэтому это как бы классная штука не только для того, чтобы сфокусироваться, но и для того, чтобы Леша увидел, какой сюжет меня сейчас интересует. То есть он видит, на кого из танцующих падают вот эти красные лучики помощи автофокуса. Он видит, что я фотографирую там задорного друга жениха, да, и он понимает, что вот лучше его подсветить с той или с этой стороны. Ну, либо же я, Леша, могу маяковать, что мне надо с той стороны или с этой стороны или там в контровике и так далее. Сколько, ну, грубо говоря, давайте фототожим. Сколько вы обычно используете вспышек в этой самой сложной ситуации? То есть вы все четыре? Ну, на самом деле, мы редко используем больше двух. Чаще всего двумя вспышками можно уже очень красивенькую схему сделать. Ну, иногда может быть три, но опять-таки у нас редко случались такие сложные ситуации. Ну, и на мой вкус самые красивые кадры, интересные, объемные, они получаются, когда просто одна вспышка. Одна вспышка, но она не фронтальна, она не в потолок, она в контровике либо сбоку. То есть она рисует какой-то красивый профиль либо подсвечивает каким-то определенным образом красивое лицо. То есть мы вот этой вспышкой можем прям правильный красивый свет сделать. Я еще скажу, что свет этот, он не заливочный. Мы ставим на вспышке зум. Да, и делаем пучки. 105-135 миллиметров, то есть это узкий паучок, и вспышка достаточно мощно работает, то есть там на 1-4. Для чего? Для чего? Для того, чтобы не заливать светом весь зал, потому что начинают прорисовываться какие-то провода, колонки, какие-то технические штуки, кто-то сумку на стул повесил. Ну, то есть то, что обычно превращает шикарный банкетный зал в столовку. Вот, поэтому, отсекая все эти моменты, которые прямой свет вспышки не всегда выгодно может обрисовать, а вот используя пучок, который будет там освещать 2-3 человека танцующих, можно сделать эффект масштаба, может показаться, что там не 3 человека танцуют, а 20, и можно скрыть все недостатки зала, подчеркнуть достоинства и так далее. Но на самом деле мы в этой сфере только как бы первый сезон пробуем, и то где-то с середины сезона, поэтому мы еще сейчас экспериментируем, продолжаем новые схемы пробовать, развиваться. Ну, по крайней мере, нам очень нравится, что в любом случае мы всегда независимы. А, еще интересно будет сказать, что пришли мы к этому на шведской свадьбе, когда ребята организовывали все сами, жених и невеста. У них был шикарный, очень красивый зал с картинами, с лепниной, со старинными вещами. И там пока было застолье и было светло, было очень красиво. А потом, когда убрали столы и началась дискотека, они вынесли одну стойку с одной такой очень жуткой старой подсветкой и такими лазерами зелененькими. И все. И больше света не было никакого. Мы попробовали вспышку в потолок, вспышку фронтальную, поняли, что это просто ужас. У нас не было синхронизаторов. На тот момент у нас не было синхронизаторов. У нас было с собой три вспышки или две. Две вспышки, две камеры, все, синхронизаторов нету. Но мы вышли из той ситуации немножечко по-хитренькому. На камере есть такая, ой, на вспышке есть кнопочка тест. Нажимаешь ее, вспышка раз, вспыхает. Вспыхивает. Я просто перешла, я перешла в режим балб и делала кадры с длинной выдержкой. То есть экспонировала их там по пять, десять секунд. прокручивая немного, чтобы размывались огоньки и так далее. В этот момент Леша ходил и тупо наугад вспыхивал. Но он даже не просто вспыхивал, он на свою камеру снимал, но его вспышка срабатывала. А я у себя поставила настройки так, чтобы его вспышка давала мне нужную картинку по свету. А потом я ее просто снял и взял в руку. И получились очень атмосферные кадры. Мы их, наверное, потом приложим как раз с той свадьбой в Швеции, когда мы первый раз попробовали. После этого мы поняли, что нам однозначно нужны синхронизаторы, потому что абсолютно другая планета. То есть другие кадры, то, что ты получишь со вспышкой в лоб или без вспышки, и то, что ты можешь со вспышкой нарисовать и сделать. Вспышку уже не ставим на камеру. То есть как процесс съемки со вспышкой. У меня обычно одна вспышка вот или на удлинителе вот этом, на этой ручке, или она у меня просто в руке. Я снимаю вот так. То есть у меня камера, а вспышкой я снимаю иногда чуть-чуть и свечу ей не в лоб, а свечу чуть-чуть сбоку. Есть еще тема ставить вспышки на стойке, но не всегда удобно для танцев, потому что могут и развиваться. Стойки это скорее для бросания букета, торта, возможно, для тостов. Это удобно, потому что все время ходить со вспышкой тяжело. Но во время танца вот классный такой близкий контакт, когда ты можешь со вспышкой подойти конкретного гостя, подсветить. Расскажи, пожалуйста, у вас есть вспышки термины и Янгно. как они между собой взаимодействуют? Расскажите, нормально? Все супер? Вот этот синхрик Янгноу, называется он YNE3RT, это копия каноновского, и работает он с системой у канона, которая маркируется RT. РТ. РТ, да, то есть он, если я его, например, сейчас включу, ну не надо, ну ладно, не будем, эти обзоры есть везде, он связывает эти три вспышки, то есть как связывает, он ими управляет, и двумя вспышками и Янгно, и Кэноном одинаково, то есть эти вспышки из одной серии могут быть объединены в одну группу и работать вместе, все работает четко, кроме вот того, что я сказала, что этот синхронизатор в выключенном положении, в четвертом марке, и наверное в 6D Mark II, и возможно в 1DX новом Mark II, который будет давать вот такую штуку, что в выключенном состоянии, и камера думает, что он включен, но это лечится. Ну здорово, что мы затронули эту тему, потому что, на мой взгляд, во всей Украине, вообще в СНГ люди настолько у нас развиты, и такое катастрофическое развитие получают студии с естественным светом, потому что все боятся работать со светом, не умеют с ним работать, и я вижу в этом огромную проблему, люди не хотят углубляться в профессионализм, становиться профессионалами до конца, добирать тех знаний, которых у них нет, поэтому я думаю, это круто, что мы с вами попробуем чуть-чуть смотивировать ребят разобраться в этой теме глубже, тем более, это не так дорого стоит, если использовать сторонних производителей, но получается очень круто. Но я тебе скажу, что мы все равно всегда за естественный свет, то есть нам вот это нужно просто в случае, когда с естественным светом не получается прикольная картинка, или ты в любом случае вынужден использовать вспышку, но лучше ее использовать красиво в таком случае, нежели некрасиво, но мы всегда стараемся на каких-то плачущих, трогательных моментах зажжения семейного очага и так далее, естественно, вспышку не использовать, потому что это не отвлекает людей, нужно с умом. По поводу Швеции тоже скажу, я тоже сейчас снимал свадьбу в Швеции, на канале у нас есть видео этой съемки, и я тоже использовал искусственный свет, потому что как раз была клевая такая вилла, которая вот внутри там все супер задекорирует, но как только садится солнце, это труба вообще, это просто, это вот для детский лагерь с пионер какого-нибудь 86-го года, оно все заливается очень сложно, и ты не можешь снимать на камерной вспышкой, как что бы ты ни делал. Я тоже клал по периметру вспышки и снимал. То есть мы вот сейчас грешим немного, жалуемся на светорежиссеров некоторых, что они не хотят идти на контакт или там недостаточно много вкладывают в свою работу, не сильно стараются, скажем так, но за границей у них вообще не принято никаких светорежиссеров никуда, вот они одну такую какую-то поставили, такую мигающую, старинную светомузыку, да, и все. Быть и казаться, потому что у нас реально и все банкеты, и все затевается на самом деле, чтобы показаться чуть-чуть больше, чем есть на самом деле. А в Европе, в Америке уже все-таки больше приходят к быть и типа... мы используем, это наш инструмент, он нам позволяет воплощать и исполнять определенные задачи для нас. Круто. То есть я скажу, что это не сложно, я потратил в марте две недели, просто вот так вот по часу в день я там смотрел обзоры, каналы, отличия, разницу, это не сложно. Да, основная сложность была выбрать, но опять-таки мы ориентировались на уже более продвинутый в этом плане российский рынок, потому что там наверное 99% топовых фотографов все используют вспышки. Да, да, да. И мы у них поспрашивали, как бы пришли к выводу, что большинство используют вспышки Янгно, потому что все-таки если ставить вспышку на стойку кэноновскую, которая стоит немалых денег, а гость ее зацепил и разбил, то Янгно это минус 100 баксов купил еще одну, поставил. Круто. Нет, ну на самом деле ничего не нет. Эта вспышка стоит как комплект из 4 этих вспышек. И 2 синхронизатора сразу же. То есть в принципе доступно каждому попробовать, но по качеству света абсолютно. Ну то есть все здесь нормально, и синхронизаторы работают, проверено опытом. Поэтому всем советуем попробовать. давайте переходим к следующему вопросу. Ты затронула вопрос по поводу свадебных агентств, их адекватности и световиков, которые с ними работают, адекватности на мероприятиях. Как вы вообще работаете со свадебными агентствами? Любите, не любите, часто ли соприкасаетесь? Вся вот эта позиция откатов. Насколько вы любите работать с агентствами и работаете? Ну, начать нужно с того, что агентства бывают очень-очень разные. И нам посчастливилось работать с очень крутыми агентствами, и мы с ними сотрудничать любим. Ну, для нас, наверное, главный критерий крутости агентства это работает ли агентство на максимально крутой результат. То есть, есть позиция агентства сделать ну так, нормальненько и побольше себе захватить деньжат. Ну, это сложно как бы обосновать и точно проверить, но это видно по сути из энтузиазма и из того результата, который в итоге получается. То есть, вне зависимости от бюджета, это может быть маленький бюджет, но агентство может вложить туда 200% своей энергии и распределить ресурсы максимально выгодно, чтобы сделать даже из простенькой свадьбы очень какую-то крутую вечеринку. Да, можно иметь какие-то многомиллионные бюджеты, но распределить их так, что это будет казаться как обычная среднестатистическая свадьба. Вот, поэтому нам нравится работать с агентствами, которые делают уникальные вещи и максимально круто работают на общий результат. То есть, они думают о команде, то есть, это большая командная работа, и каждый, даже нельзя их назвать подрядчиком, но каждый человек, задействованный в этом проекте, он как частичка часового механизма, и когда это все вместе работает, то получается нечто очень крутое. за ваш сезон, допустим, вот если взять 2017 год, сезон, какое процентное соотношение было свадеб с агентствами и без? Ну, на самом деле, с агентствами не так много свадеб, наверное, порядка 15 или 20 процентов. Хорошо. У нас просто много свадеб за границей было, причем, скажем, не просто, когда наши люди едут за границу делать свадьбу, тогда чаще всего им все равно агентства организовывают, а у нас именно европейские свадьбы были, то есть люди сами себе, как у них там принято, организовывали, ну и соответственно никаких агентств. Давай перейдем к этому вопросу. Вот вы начали много ездить за границу, снимать там, как вы находите там клиентов, почему вы туда начали ездить, как так сложилось, что вы начали ездить, как вас находят люди, которые разговаривают на русском? На самом деле, нас тоже этот вопрос в некоторой мере озадачивает, но мы верим в то, что, наверное, то, чего сильно желаешь, оно так или иначе к тебе притягивается. Мы просто хотели этого и это начало получаться. Но также я думаю, что все-таки из этого желания мы делали некоторые действия, которые привлекли этих клиентов. Ну как минимум, это во время путешествий фотографировать там и выкладывать это в своем портфолио. То есть вроде можно об этом не задумываться, что это привлекает клиентов, но оно таки работает. Второе, неплохо работает сайт Fearless Photographers, на котором мы зарегистрированы и значимся, что мы работаем в Исландии. Ну, мы проживаем в Украине, основное место наших съемок значится как Ukraine и also serving in Iceland. Через сайт Fearless Photographers к нам пришло три пары. В Исландии две и одна в Швеции. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, люди, выбирающие себе фотографа, они могут смотреть в целом регион, то есть и посмотреть фотографов, которые в Исландии снимают, в Норвегии, в Швеции. Если у них свадьба в Швеции, могут весь регион смотреть. Ну, и по каким-то критериям выбирают нас. Кроме того, есть еще другие фотографы, которые снимают в Европе. Если у них даты заняты, соответственно, как принято в этой сфере, фотографы могут перекидывать друг другу заказы, делиться своими парами. То есть несколько пар в этом году у нас таким образом пришло. Какой у вас процент тоже может быть заграничных съемок в этом году? В этом году у нас семь или восемь около того свадеб за границей. В основном в Италии, в Швеции и во Франции. Вот в этих странах мы снимали. В апреле еще будет свадьба в Исландии. Здорово. Очень круто. Именно свадьба? Ну да, то есть не просто лавстори, а свадьба. Нет, это не местные, это американцы. Соответственно, они опять-таки через Фирлис нашли. Вот. Поэтому в принципе я знаю еще многие фотографы рассказывают, что работает также Инстаграм. Я надеюсь, что после этого сезона у нас еще будет Сарафан работать, потому что особенно шведские свадьбы, те, которые мы сняли, там... Нам очень нравится и по настроению, и по... Там просто отдача очень классная, от пары, от гостей была, и мы второй раз, когда приезжали снимать свадьбу в Швеции, встретились с ребятами, которым мы снимали свадьбу в июле, чтобы отдать фотографии. То есть мы как раз приехали в Швецию спустя два месяца после того, как сняли первую свадьбу. Был стимул доделать. Да, и получается, мы им отдали фотографии, они нас в тысячный раз снова поблагодарили и сказали, что всем фотографии очень нравятся, и они надеются нас увидеть еще на свадьбах своих друзей и так далее, и так далее, что ждут с нами встречу. Поэтому мы, конечно, не можем знать, какова доля искренности и правдоподобности в том, потому что они могут говорить одно, а поступить иначе. Вы делаете все, что от вас зависит. Да, мы делаем, мы стараемся делать все, что от нас зависит, чтобы фотографии людям нравились, и чтобы им понравился наш сервис, наш подход, и чтобы почаще приезжать, потому что, в принципе, нам нравится снимать за границей не только с точки зрения того, что там люди есть, а не кажутся, да, вот то, о чем ты говорила, а еще и с точки зрения того, что мы совмещаем это с путешествиями. То есть для нас это очередная возможность куда-то поехать и посмотреть мир. А поскольку для нас это очень большое увлечение и, ну, мы, скажем так, подсели на иглу путешествий достаточно серьезно, уже сложно представить нашу жизнь без путешествий. У нас в этом году с нового года 31 перелет и 13 стран мы посетили. Здорово. Крутая статистика. Скажи, вот сайт Фьерлес мы затронули, вы там зарегистрировались когда? Где-то, наверное, полтора года назад. Вы там стоите как платный участник? Да, там только платное участие. Но порядка 160 долларов в год. это позволяет бесплатно участвовать в шести конкурсах. Они в течение года проводят шесть конкурсов, куда можно подать свои работы. Да, я видел, у вас есть несколько побед. Расскажи, насколько они для вас важны, что это для вас значит и насколько вы ожидали, что эти кадры могут победить? Ну, на самом деле один кадр мы ожидали, что он может победить, потому что он достаточно нами любим и интересный момент, и он победил прям с первого захода. Вот, а от второго кадра мы особо не ожидали, но он победил. Но на самом деле это все дело вкуса и все фотографы обсуждают, что победы на Фьерлес это большая вкусовщина. Даже поднималась тема основателя, основатель сайта поднял тему и спрашивал среди членов сообщества как стоит поступить, потому что очень много работ крутых подают фотографы и судьям очень сложно выбирать победителей. И там система такая, что если три судьи говорят фотографии да, то она становится победителем. А если двое судьи говорят да, а один сомневается, то есть там есть либо нет, либо нейтральное отношение, то эта фотография уже не считается Эвордом. И он показал другим фотографам те фотографии, которые не стали Эвордом, потому что не получили одно одобрение, и там просто сумасшедшие очень крутые кадры, и некоторые из них мне намного больше нравятся, и вот Леша тоже мы вместе смотрели. Прямой эфир? Некоторые кадры реально для нас с Лешей по нашим субъективным критериям, конечно же, субъективным критериям оценивания работы, они больше заслуживают быть среди Эвордов, не те, которые там числятся. Ну опять же, да, это вкусовщина. Каждый раз три судьи, и это не постоянные судьи, они постоянно разные, и постоянно, скажем, естественно, каждый судья у него свой субъективный подход, что он считает крутым, а что не крутым. Поэтому, ну, скажем так, конечно, конечно, получить Эворд очень приятно, но это достаточно сложно, и мы знаем много фотографов, которые подают фотографии, очень крутые, и так и не получили Эворд. Иногда можно на пять конкурсов подряд одну и ту же фотографию присылать, и она только на пятый раз станет Эвордом, потому что совпадут вот те судьи, да, вкусовые качества. Ты регулярно выкладываешь фотографии из серии на фирлис? Ну, скажем так, система сайта таким образом устроена, что ты не можешь просто туда выкладывать фотографии. Там есть несколько категорий. Ты отправляешь фотографии на конкурс, если они получают Эворд, они добавляются тебе в портфолио. Вторая опция, ты добавляешь фотографии в специальную группу на фейсбуке, и их смотрит куратор проекта, если ему какая-то фотография нравится, он ее возводит в категорию фото дня и добавляет тебе в портфолио, а также постит в социальных сетях на фейсбуке и в инстаграм. И есть еще опция сникпикс, это фотографии по горячим следам в течение двух недель после свадьбы можно закинуть фотографию в специальную галерею, если она наберет больше 10 лайков, то она автоматически добавится в портфолио. В общем, нужно очень много находиться в этой тусовке и в этом сообществе. Ну, наверное, да, но хотя я бы не сказала, что это очень сложно, то есть просто закинул фотографию в группу на рассмотрение на фото дня и просто закидываешь туда фотографии и все. Мимо каких-то пройдут мимо, какие-то понравятся и их добавят. У нас уже одна или... У нас порядка двух или трех фотографий фото дня и где-то четыре кадра сникпикс, но мы не всегда успеваем тоже туда заливать эти фотографии. Ну, хотя вы делаете очень быстро анонсы, вы стараетесь реально в три недели вкладываться. Да, ну, вот последнее время с графиком путешествий не всегда успеваем именно вот в 14 дней вложиться, иногда это там 20 дней после свадьбы. Расскажите, пожалуйста, вы ездили еще на конференцию в Ферлес и вы делились со мной впечатлениями, это было очень круто именно в тот момент вас застать, как вы приехали. Буквально в двух словах, куда вы ездили, что вы там вот какой-то вывод вынесли какой-то и как это вообще происходило? Это была конференция в Будапеште и она была посвящена в основном эмоциям, моментам и вдохновению. Возможно, именно поэтому она нам настолько сильно понравилась, потому что там было максимум творчества, максимум сопереживания, максимум искренности от всех выступающих фотографов и речь шла о каких-то фундаментальных, важных вещах фотографии, особенно тех вещах, которые близки нам. Но мы только утвердились в своем подходе, в своем фокусе, в своем, не знаю, векторе развития после этой конференции. Ну вообще, любая тусовка с фотографами не твоего региона, с какими-то другими фотографами, с немного другими взглядами и подходами, это очень круто, потому что это расширяет твой кругозор очень сильно. Потому что, конечно, круто встречаться и общаться своей тусовкой локальной, это тоже развивает, но иногда вот выйти за эти рамки, это прям очень классно. У них, кстати, будет конференция в следующем году в Хорватии весной. В марте опять же. Да, в марте или в начале апреля. Вот. А мы собираемся туда поехать и... Мы поедете. Собираемся туда поехать. Мы планируем. Так скажем. Я не знаю точно, какая там будет тема. Возможно, она будет посвящена не вдохновению, а каким-то другим вещам. Но, тем не менее, я думаю, это будет интересная тусовка. И плюс Хорватия. Думаю, там весной уже будет солнечно и можно будет покупаться в море и немножко отдохнуть. В общем, очень интересно. И для этого необязательно быть зарегистрированным на фирлис. То есть, поучаствовать могут кто угодно. Нужно просто следить. Вам понравилось собирать еще ездить? Да, да. Там ограниченное количество участников. Вот в Будапеште было... 150. 150. Что будет в Хорватии посмотрим. Основатель сайта регулярно пытается привлечь максимально интересных спикеров. То есть, сейчас он пробует привлекать спикеров вообще не из свадебной сферы. То есть... Ну, хотя бы одного. Каких-то культовых репортажных фотографов. Вот. Мы знаем, там есть закрытая группа и он отправлял запросы многим и делятся в группе ответами людей. Типа, да, нет, не знаю. То есть, вот, есть наметки, что будет кто-то из интересных спикеров. Прям. Вот. И еще интересная фишка этой конференции и вообще этого сайта, что он во многом нацелен на благотворительность. И все эти конференции это ну, нон-профитабл для организатора. То есть, все деньги собраны идут на пожертвование в один фонд, основная часть денег в фонд. И плюс каждый участник конференции может купить какие-то там брендовые футболочки, чашечки и сам написать, в какой фонд хочет пожертвовать эти деньги. Тут, наверное, нужно затронуть тему, что Аня с Лешей часто выступают у нас на конференциях, которые мы организовываем в Украине. И в ближайшее время, 25-26 ноября, в Киеве будет большая конференция на тысячу фотографов. Приходите. Аня с Лешей в этот раз пойдут послушать. Да, решили пропустить. Но мы собрали уже очень много крутых спикеров. И прямо под этим видео можете посмотреть сайт конференции, зарегистрироваться, посмотреть, что мы делаем, прийти потрогать технику. В общем, будет крутая тусовка. Мы тоже вдохновлены эфирлисом, стараемся что-то такое создать в Украине. Это уже будет наша четвертая конференция. И мы стараемся сделать ее крутой. Расскажите, пожалуйста, что вас вдохновляет? Это важный вопрос, который всех волнует, потому что, глядя на ваши страницы, можно вдохновляться. Меня, допустим, вдохновляете вы в какой-то мере, путешествия, лайфстайл, съемки, которые вы выкладываете. Что вдохновляет вас? Кто вдохновляет вас? Ну, наверное, в первую очередь нас вдохновляет тоже путешествия, потому что это возможность взглянуть на мир по-другому и вообще осознать, что не все бывает только так, как ты привык видеть. Вот у себя дома не всегда такой распорядок дня у людей в других странах, как привычен для наших людей. Это интересно, за этим интересно наблюдать. Плюс красивые виды, природа. Больше всего нас, наверное, вдохновляют страны, где можно наблюдать какие-то интересные природные явления, либо просто ландшафты красивые. Исландия. Исландия очень сильно нас вдохновила. Ну, конечно же, люди тоже. Каждый раз, просматривая результаты того же Фирлиса, очень много вдохновения сразу и какого-то такого не то, чтобы зависти, но как бы это как некий такой укол тебе. То есть ты смотришь на свои работы и думаешь ну почему, почему вот я не додумался сделать так или не додумался сделать лучше или можно ну вот хочется сделать лучше после этого. Это, я бы сказала, мотивирует, сильно мотивирует делать что-то еще. Плюс отдых. Конечно, отдых сильно вдохновляет, потому что если все время только работать, то достаточно быстро теряешь силы и вот эта вот эта мотивация угасает. Просто тебе уже лень, настолько ты эмоционально опустошенный, что тебе просто лень встать и пойти что-то делать. Слушай, ну я вот вижу у вас реально такое прям золотое правило. Мы доделываем сезон там до ноября, до декабря и на 2-3 месяца мы куда-то валим. То есть вы делаете это уже из года в год на протяжении там, я не знаю, 5-7 лет постоянно куда-то ездите, устраиваете себе вот эту творческую перезагрузку, можно так назвать, и приезжаете совсем вдохновленные, другие. В этот момент вы не работаете, если вы не ищете грубо говоря там заказы, вы просто отдыхаете и наполняете свой мозг вдохновением и даете перед их какой-то своей душе, наверное, правильно? Да, да, все именно так. Куда планируете ездить еще? Что планируете? Куда планируете поехать этой зимой? Ну, мы уже на самом деле спланировали, мы долго думали. Чего же мы хотим? Да, мы думали, искали, может, какие-то билеты будут, которые сподвигнут нас поехать, например, куда-то в Латинскую Америку, но как-то так ничего и не подвернулось, плюс еще этот ураган немного, не знаю, огорчил нас, и в итоге мы решили поехать в Таиланд и на Бали, хотя в этих местах мы уже были, в Таиланде мы уже были три раза и на Бали были один раз, но, наверное, среди всей Азии, где мы путешествовали, эти места нам максимально душевными запомнились и вдохновляющими. Ну, просто атмосфера такая там очень спокойная, расслабляющая и при этом красивые ландшафты, море, рыбки, пальмы. Но вы уже взяли билеты. Да, мы уже взяли билеты. Я, на самом деле, тоже хочу и к вам присоединиться, и мы все это обсуждаем, мы не понимаем, как это еще будет до конца, но мы бы хотели сделать какой-то вдохновляющий недельный такой тур на тот же Бали в конце января, где мы вместе с вами проведем такой какой-то совместный мастер-класс обучения и вдохновения, чтобы люди могли поехать вдохновиться, найти какую-то тусовку и зарядиться на весь предстоящий сезон. Да, и причем, наверное, даже сделать упор на максимально больше вдохновения, и, наверное, это будет интересно тем, кто хотел бы попробовать зимовать где-то в Азии, но не решался или боялся, или у кого нет компании, то это классный старт, потому что мы, когда первый раз ехали в Азию, мы реально тоже в какой-то неизвестности, то есть мы никогда там не были, ну вот Леша когда-то был в Китае, а я в Азию вообще первый раз ехала, это было вот сколько, 4 или 5 лет назад, когда мы первый раз поехали в Таиланд. Для меня это была вообще другая планета, я не знала, куда я лечу, куда я попаду, но меня успокаивало, я согревало, что мы вместе с Лешей, то есть я ему доверяю, он уже чуть-чуть вроде как Азию знает, и мне было спокойнее. Я сидел на форумах, читал все там за и против, читал, что может быть с нами там, и чего делать. Ну то есть мы ничего не знали, но когда мы приехали, это ты окунаешься в эту атмосферу, и ты влюбляешься сразу же. Но очень часто вот этот первый шаг сделать бывает достаточно сложно. Да-да-да. Даже учитывая, что мы очень легкие на подъем и иногда обезбашенные в плане выбора мест для путешествий и вообще графика самих путешествий, даже нам было тяжеловато первый раз. Но вот все, Азия нас влюбила, каждый год теперь вот мы вроде хотели в Латинскую Америку, но все равно вот Азия нас очень сильно манит, потому что там своя тема. У меня могло зная, да, умеет. Хочется куда-то опять приехать и вернуться и покушать где-то в каком-то месте. просто азиатская кухня. Да, и вот есть у нас на Бали одно место, о нем может быть расскажем в комментариях в видео. для мясоедов вегетарианцы закрывайте уши. Там очень вкусные ребрышки и стейки. Круто. Причем готовят их женщины. Только женщины. только ради этого места я бы возвращался на Бали из года в год. Сделаем это зимней традицией. Я на самом деле понимаю, о чем вы говорите, потому что вот в 13-14 годах я снял много ивентов. Я снял 120 свадеб за 2 года. Это много, типа 60 свадеб в год. Я бомбил очень много в тот период. Как ты выжил? И после этого я выгорел очень сильно. То есть я полностью выжег себя. Мне тошнило от свадеб. Я не хотел вообще снимать свадеб. И я все бросил и поехал просто в любой попавшийся фототур в Индию. То есть просто там 2 недели мы ездили по Индии. И все равно фототур. Фототур, да, но это было другое. Это было... Я понимаю. Я был очень так аккуратен к тому, что я вижу. То есть я мог поснимать какие-то портреты, но там не было фаты. Это было интересно. Скажем так. Портрет без фаты. Хорошо. То есть можно сказать, что путешествия вас вдохновляют и вы нашли для себя такое направление, как свадебные путешествия за границей, когда вы снимаете свадьбы, но при этом вы устраиваете так называемые зимовки себе. Когда здесь холодно, вы уезжаете, грубо говоря, куда-то в тепло и хотя бы пару месяцев в тепле тусуетесь и вдохновляетесь. Правильно? Встречаете, вообще ничем не занимаетесь в плане работы. Мы стараемся... Стараемся. Иногда нас находят сами. Допустим, в прошлом году мы ездили на Шри-Ланку, провели там полтора месяца и так совпало, что наши знакомые из Казахстана, которые были когда-то... Ну, в общем, девочка была у нас на мастер-классе в Казахстане и она с семьей и с детьми отдыхала на Шри-Ланке. И она узнала, что мы там будем и она сказала, ну, вы должны сделать нам фотосессию с детьми. Ну, да, мы сделали. Хотя мы сами как бы этой работы не искали, она сама нас нашла, но все равно одна съемка это одна съемка, сильно не устаешь, а вот так, чтобы ехать и там как бы проводить кучу съемок, ну, ну, просто так не отдохнем. Вот иногда просто хочется лежать на пляже, пить коктейль, смотреть на пальму, рассматривать рыбок в воде и все. Вот просто... Мы привезли ребятам книжку, держите. Вы просили привезти тоже из Швеции книжку. Да, это один из наших любимых фотографов. Часто, много ли у вас книг? Часто ли вы их листаете? Книг много, листаем, честно, не часто, но времени просто не хватает физически. У нас много очень интересных книг и вот и Линдберг есть теперь, и Алекс Веб, Алекс Веб, Сальгада, Стив Макари, ну не все любят Макари, потому что он больше такие как бы открытки снимает, но я, если честно, люблю вот такие ненапряжные кадры. Ну это заметно, у тебя интересные тревел фотографии. Они, например, с Алексом Вебом очень... Книжка, она большая и тяжелая, и она реально очень крутая и интересная. Если Алекс Веб, Леша, осторожненько. Да, чуть не задушевание. Если Алекс Веб, он делает более такие многоплановые, сложные, артхаусные какие-то странные кадры, то у Макари все просто, это такие красивые открыточки, вот можно так в рамку поставить. Ну, разные направления, но интересно и то, и другое, интересно посмотреть, напитаться этим. Плюс мне еще нравится Веб как раз, вот у него много снимков из Азии, как раз то, что мы любим. Для влюбленных в Азию интересно листать. Здорово. Там офигенный цвет, цвет у него, работа с этим всем. Скажу, что когда были в Будапеште, мы забегали в музей Каппы, к сожалению, он был на смене экспозиции, и мы ничего не увидели, но сам факт. Мы увидели какую-то другую там выставку. Мы увидели, да, чуть другую выставку. Мы в путешествиях стараемся также посещать выставки, да, вот в Будапеште мы посмотрели еще выставку Алекса Веба. В принципе, это те же картинки, которые есть у нас в книге, но когда они напечатаны на всю стену, это совсем другое. Да, другое восприятие. Плюс возле каждой картинки еще короткое описание есть. Книжки, она тоже есть, но она на последних страницах, и тебе как бы, ты картинку смотришь, тебе вроде как лень туда перелистывать, если будете еще раз в Швеции, сходите обязательно в этот музей фотографистка, да, очень много, и книг, мы привезли такое количество книг в наш магазин в шоп-фотостадии, и мы, я просто сам, я попал в такое пространство, это очень круто, два огромных выставочных зала, на первом этаже магазин для фотографов, на четвертом ресторан, ну, очень клевое пространство, очень хочется когда-то создать его здесь, в Киеве, чтобы у нас... Ждем с нетерпением. Спасибо большое, но это такое пространство. Очень хотелось бы. Мы из ролика в ролик рассказываем о том, что мы ищем инвестора, инвестор, приди, и мы сделаем. Ребят, расскажите про обучение, вот вы тоже часто проводите мастер-классы, обучаете ребят, несете что-то образовательное в сферу фотографии, вот зачем вы это делаете, ну, с какой, что вы несете, что вы пытаетесь донести людям, которые приходят к вам на мастер-классы, ну, что в принципе, то вы делаете там 5-10 мастер-классов в год, и что в них вы хотите рассказать? Ну, даже чуть меньше мы стараемся, да, у нас, наверное, где-то максимум 3-4 мастер-класса в год обычно. На самом деле, больше всего, наверное, мы это делаем для того, чтобы поделиться вот этим подходом и идеологией, съемки того, что есть реально, и чтобы продвигать это среди людей, потому что в целом, мне кажется, больше людей может согласиться с идеей, что не обязательно казаться лучше, чем ты есть. Нужно просто расслабиться и быть такой, как ты есть, и тогда все будут счастливы вокруг тебя, и на фотографиях ты будешь выглядеть действительно искренним и классным. Вот, наверное, просто хочется продвигать это в массы, ну, и, конечно же, делиться какими-то накопленными знаниями, помогать людям становиться лучше, это приятно. Учитывая, что я вообще связана сферой образования, и я по образованию преподаватель, правда, географии, но фотография, география, похоже, звучит, плюс у нас это еще в связке получается, фотография плюс география, возможно, просто неспроста, я училась быть педагогом, да, то есть, есть какое-то рвение. Нет вопроса, в какую страну мне поехать, ты закрываешь глаза, представляешь глобус и четко знаешь, куда ты хочешь поехать. Ой, есть много вопросов, потому что так много стран, куда хочется поехать, что ты все время взвешиваешь, куда же я поеду в этот раз. Расскажите, может быть, о мероприятиях, которые у вас планируются, ближайшие мастер-классы, можете рассказать даты, пригласить ребят. Ну, вот буквально совсем скоро, 2 октября, мы уезжаем на мастер-класс в Карпаты, почему-то Карпаты нам особо сильно нравятся для проведения мастер-классов, потому что это получается нечто среднее между мастер-классом и фотокемпом, как сейчас модно называть и делать. Классно, что люди уезжают из привычной им сферы обитания, и вот они трое суток живут под одной крышей, больше просто синергии, больше идей рождается. Глубже они впитывают эти знания, это классно. Плюс Карпаты, свежий воздух, продукты, красивые виды, ну то есть больше вдохновения, чем есть, нежели если это просто провести мастер-класс в Киеве или в каком-то городе, где люди после класса идут домой, занимаются своими делами. Более инсбирейт. Да, более как бы вдохновляющий. Вот, но у нас уже на этот мастер-класс все места разобрали, как горячие пирожки, и мы, поэтому с Лешей решили, несмотря на наш очень плотный график обработки, мы решили попробовать провести еще один мастер-класс в декабре, зимний, в первых числах декабря, это с 5 по 7 декабря, тоже в Карпатах. Во-первых, мы не видели зимних красивых фотосессий из Карпат, ну, может быть, какие-то единичные случаи, но это больше редкость, и вообще, многие люди боятся делать свадьбу зимой, фотосессию зимой, потому что холодно, слякоть, некрасиво, но на самом деле опыт съемок в Исландии нам показал, что плохой погоды не бывает, и если есть отважные люди и красивые ландшафты, невзирая на погоду, в любом случае можно что-то очень крутое наснимать. Круто. Плюс зима, Глинтвейн, там же можно и на лыжах покататься, я думаю, кто-то может совместить еще с горнолыжным отдыхом эту поездку, думаю, вообще будет очень-очень инспирайшенна. А информацию об этом МК можно найти у вас на фейсбуке, у нас на сайте есть раздел воркшоп, и там даты, анонсы всех мастер-классов. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в гости, за то, что вы поделились таким количеством информации, вдохновили нас, я уверен, вдохновили ребят, которые смотрят и будут смотреть еще, еще, еще. Огромное вам спасибо, желаю вам больших творческих высот, очень крутых зимовок, и приходите к нам еще почаще. Мы вас очень любим. Спасибо всегда, любим приходить к вам в гости. Спасибо. Желаем всего наилучшего. Ребят, если есть какие-то вопросы к Ане и Леше, задавайте под этим видео. Мы обязательно где-то через полгодика когда-то снимем еще одно видео, когда найдем время, где ответим на все ваши вопросы, либо вдруг Аня с Лешей найдут время, зайдут на канал и тоже поотвечают. И дадим фидбэк, да. Ответим с Бали. Ответят с Бали, да. С Бали, один раз. Ну ладно, мы не так долго будем делать видео. Хорошо, все, всем пока, друзья, до встречи на нашем канале, на новых видео. Будьте в фокусе. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok